Всем привет! Запеканка из вермишели представляет собой сытное и очень вкусное блюдо, которое идеально подходит для завтрака или полдника. Сегодня готовим очень вкусную сытную запеканку на сковороде. Готовится она быстро, просто, а получается невероятно вкусно. Для начала вермишель отвариваю до готовности в чуть подсоленной воде. В готовую вермишель добавляю сливочное масло и все перемешиваю. Беру 2 яйца, добавляю сюда черный молотый перец, немного соли и часть сыра. Все хорошо перемешаю при помощи венчика. Яичную смесь выливаю в чуть остывшую вермишель. Все хорошо перемешиваю при помощи ложки. На предварительно разогретую сковородку наливаю растительное масло. Выкладываю на сковороду ровно половину вермишели. Ложкой все хорошо разравниваю и слегка вермишель придавливаю. Сверху посыпаю вермишель тертым сыром. Распределяю ветчину. Вместо ветчины можно использовать колбасу или даже куриное мясо. И всю эту красоту закрываю оставшейся вермишелью. Все очень хорошо. Разравниваю ложкой, слегка придавливая. Уменьшаю нагрев плиты и готовлю с одной стороны запеканку 5 минут. Далее при помощи тарелки запеканку переворачиваю. Это делается очень легко и просто. И готовлю также в течение 5 минут. Готовую запеканку выкладываю на тарелку, разрезаю на порционные кусочки и подаю к столу. Как видите, готовится она быстро, просто, получается вкусно. Приготовьте, и вы не пожалеете. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также смотрите мои другие видео, оставляйте свои рекомендации и, конечно же, пишите свои комментарии. Не забудьте зайти и подписаться на мой второй канал, вам там будет интересно. А также заходите в группы. А вам всем скажу, чем больше вас, тем интереснее готовить для вас. Готовьте, экспериментируйте на своей кухне и все у вас получится. А главное, готовьте с любовью и с желанием приготовить самое вкусное блюдо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!